Наш следующий доклад. Хохрякова Висканта Сандра Альгимантасовна с докладом «Ритуальные пещерные тексты Майя как источник по политической истории Юго-Восточного региона позднего классического периода». В вашем распоряжении минут 20. Получится больше, значит даже больше. Включите, пожалуйста, свой микрофон, а всех остальных прошу выключить микрофон. Здравствуйте. Благодарю за внимание. Сейчас... Так, секундочку, у меня проблема с демонстрацией экрана. Все. Чем же так интересны пещеры в зоне Майя и их тексты? В первую очередь данная работа была сосредоточена на текстах одной пещеры, пещеры Нактунич, которая расположена в юго-восточном регионе зоны Майя, в горах, которые так и называются, горы Майя. Это большой комплекс из коридоров, пещер. Это потрясающий памятник и для спелеологов, и для историков. Общая протяженность всех коридоров пещеры составляет около трех километров. Это было на протяжении очень долгого времени, начиная с позднего и доклассического периода, и кончая позднеклассическим периодом. Это было местом паломничества межрегионального. Об этом нам говорят такие артефакты, как монументальные постройки, элитные захоронения, жертвоприношения, в том числе и человеческие, и также большое количество битой керамики, что также является результатом ритуальной деятельности. Большое количество костыщ, жженого угля. И самое ценное – это иероглифические тексты и настенные изображения, которые были сделаны углем или краской, разведенной с пола в пещере. Изображения включают в себя сюжетные, мифологические изображения. Некоторые изображения явно пытались передать какие-то портретные черты и, видимо, пытались запечатлеть тех людей, которые приходили среди паломников. Чем так цены тексты? Тем, что они очень сильно отличаются от основного корпуса иерогических текстов майя своим ритуальным характером. Это тексты, которые несут в себе информацию о ритуальной деятельности, в частности, о паломничестве. Благодаря им можно реконструировать паломнические пути. Они содержат информацию о ритуальной риторике. И можно выделить пять терминов этой риторики. И сам памятник Нахтунич показывает роль пещеры в ритуальной жизни майя. И начиная с доклассического периода и заканчивая позднеклассическим периодом. Тексты в Нахтуниче имеют приблизительно одну структуру. Начинаются они с даты. Дата здесь специфическая по циклическому календарю, который повторяется у нас каждые 52 года. Но тексты можно датировать благодаря полиографии, которая показывает, что все они принадлежат к конца VII до IX века. Далее за даты идет глагол с дополнением. И это как раз и есть ритуальные термины. После глагола идет обязательно имя того протагониста, паломника, который пришел в Нахтунич. И после имени содержится эмблемный иероглиф. Это царская титулатура, которая связана с династическим родом, правящей династией, какого-либо государственного объединения, какой-то крупной или мелкой политеи. После эмблемного иероглифа также может идти титулатура, которая в мае была обширной. После эмблемного иероглифа идет непереходный глагол, который на русский язык можно перевести как «восопровождение» или «был сопровождаем». И этот глагол как раз нам и позволит реконструировать политическую историю региона, потому что имя, которое идет после него, всегда показывает более низкую позицию в иерархии. И как раз после него идет имя и титул того спутника, который сопровождал протагониста в его паломничестве. В Нахтуниче встречается 13 топонимов, вот тех самых эмблемных иероглифов, и двое, к сожалению, до сих пор не идентифицированы. Кто же посещал? Откуда посещали? Приходили с самых ближайших центров городских, это из Сакуля и Ишкуна. Это небольшие центры, расположенные в 20-30 километрах от Нахтуниче. Но чаще всего в текстах Нахтуниче упоминается царство Баштун, которое является неидентифицированным. Это значит, что его местоположение до сих пор неизвестно, несмотря на то, что само название есть, и даже можно немножечко реконструировать его политическую историю, как раз благодаря Нахтуниче. Что известно нам о царстве Баштун? По поводу его расположения. В двух текстах царь Баштуна носит титул «Вашак-Веник-Бакаба», что переводится как «28 Бакабов». И это титул, который встречается в области Петена, также встречается в тех самых ближайших городах от Нахтуниче, в Сакуле и Ишкуне. И это позволяет локализовать царство где-то вот в этой области, неподалеку от Нахтуниче, возможно, также в области гор Мая. В пользу этого говорит также частое упоминание этого царства в Нахтуниче. В тексте 25 говорится о том, что царь Баштуна пришел в Нахтунич в сопровождении царя Сакуля, который являлся внуком баштунского царя. И этот текст у нас датируется 763 годом, и если у нас здесь идет упоминание о династическом браке, то можно предположить, что он был заключен где-то примерно в первой-второй четверти восьмого века. В этот период по археологическим данным в Сакуле начинается активное монументальное строительство, и это связано с приходом новой династии. И как раз является довольно логичным, что новая династия искала политические какие-то связи для того, чтобы закрепиться в регионе. И поэтому с этой целью как раз и в начале восьмого века и был заключен этот династический союз с Баштуном. Баштун также держал связь и с отдаленными царствами. В тексте 29 говорится о том, что в Нахтунич пришли два брата. Один из которых Чак Маик носит интересный титул Кухуль Ишха Ахал. Интересным здесь является то, что этот титул Кухуль переводится как «священный», и его носили исключительно правящие цари, которые находились в данный момент у власти. Но этот персонаж явно не мог быть правящим царем Бешхи, потому что ниже идет его титул, его должность. И в это время он находился в услужении Аннабам при дворе царя Эль-Пальмара. Это царство, которое отдалено от Нахтуничи на 200 километров и находится в штате Кампечи в Мексике. Его сопровождал его младший брат, который находился в услужении у царя Баштуна. И он носит интересную должность, которая больше нигде не встречается. Слово «чич» встречается во многих словарях майя и имеет несколько значений, в том числе «сильный», «твердый» и умение хорошо рассказывать о вещах, которые были, которые случились. И «учич» веник можно перевести как «сильный человек», либо как «глашатый», возможно. И как раз благодаря вот этому глаголу «етах» в сопровождении становится понятным, что в это время, в 719 году, царь Баштуна находился в подчинении у царя Эль-Пальмара. Но также этот текст свидетельствует еще и о том, что Ешха в это время тоже находилась в политических отношениях с Эль-Пальмаром. В конце этого текста царь Баштуна носит титул «Ехау-кухуль», к сожалению, совершенно непонятен эмблемный иероглиф. Это означает, что он находился здесь, в василитете у какого-то более крупного, сильного гегемона, который носил этот титул «кухуль» священного царя. Но интересно то, что дальше в текстах Баштун больше нигде не упоминает этого сильного гегемона, у которого он находился в подчинении в 719 году. И, видимо, это было связано с тем, что он набирал силу, и благодаря этим династическим союзам и усилению политическим он набирал региональный вес и, видимо, смог как-то отсоединиться. Этот текст также позволяет реконструировать союз Эль-Пальмара с царством Аценте. В конце старший брат, который находится в услужении у царя Эль-Пальмара, и здесь царь Эль-Пальмара носит титул «Ах и биль выника». И подобный титул встречается на одной вазе, которая позволила нашему коллеге-мунисту Сергею Випрецкому идентифицировать этот титул с династии царства Аценте. На этой вазе упоминается имя царя, которое также упоминается на стеле 5 из Иценте и на еще ряде памятников. Помимо этого Баштун еще упоминается совместно с царством Сактабай. Это царство, которое больше нигде не встречается в корпусе надписей. И, видимо, это было какое-то небольшое маленькое царство, которое находилось неподалеку тоже от Нахтунича. И было тоже таким небольшим региональным центром. Баштун упоминается еще в одном странном, непонятном тексте Нахтунича. Здесь говорится о том, что в 744 году царь Караколя провел какой-то огненный ритуал, значение которого до конца нам непонятно и неизвестно. И это повелел царь Сакуля. Караколь в течение классического периода занимал влиятельные позиции в юго-восточном регионе. Но в 680 году над ним одержал победу Наранха. И после этого из Караколя на протяжении ста лет не происходит ни одной надписи. И о политической истории совершенно ничего не известно. Есть только два упоминания царей Караколя. Они как раз происходят из Нахтунича. И здесь влиятельный и бывший влиятельный центр Караколь находится под властью Сакуля, небольшого городища, расположенного в горах Мая. И через год происходит следующее некое действие, которое еще менее понятно, чем этот огненный ритуал. И оно происходит в самом Баштуне. И во время этого присутствовали царь Калакмуля и царь Вакуталя. Второе упоминание Караколя принадлежит к 692 году. И здесь царь Караколя упоминается среди сопровождающих царя Хута. Это небольшой городской центр, расположенный недалеко от Тикаля. В тексте 65 упоминается царь Альтунхим. Это единственный посетитель пещеры, единственный паломник, который носит титул Кухуль, священный царь. И к этому титулу нет никаких претензий. И он не поддается сомнению. И его сопровождает некий персонаж Ахчак Маш со странным титулом Сукун Вуник, что может переводиться как младший человек. И среди его сопроводителей имеется эмблемный иероглиф у Каналя. Это городище не так далеко расположено от Альтунхи, но примерно где-то в километрах на 50 отдаленности. Ахчак Маш упоминается еще в одном тексте, в тексте 52. Это все 40-е годы 8 века. И здесь Ахчак Маш совершает священное паломничество в сопровождении Кахк Мукт Цулила, который является анабом царя Иль-Пальмара. Еще один небольшой текст, но тоже интересный. Это текст 44. Он в очень плохой сохранности. От него сохранилось всего 4 иероглифических блока. Первый блок совершенно плохо читается. Скорее всего, там было имя. И дальше идет эмблемный иероглиф Бук Ахал. Это современное его название археологического городища. Это Лос-Алакранес. Оно расположено также недалеко от границы Питена и в Камбече в Мексике. И во второй половине 8 века на керамике это царство встречается с титулом Хопет Хушхапте. И, видимо, это было связано с военной экспансией царства Бук. И с этим же титулом встречается еще и эмблемный иероглиф царства Рью-Ассуль. И в это время, второй половине 8 века, видимо, был какой-то альянс с Рью-Ассуль и с Лос-Алакранес. И как раз этот текст 44 позволяет распознать в титулатуре царя Бука те самые Хопет Хушхапте. И согласно полиографии текста, его запросто можно определить и датировать как раз второй половиной 8 века. Что говорит о том, что царство Бук также было вплетено в эти ритуально-политические межрегиональные связи. И что же получается? Получается, что благодаря этим текстам ритуального характера можно восстановить межрегиональные связи. Ближайших соседей Баштуна-Сакуля, Баштуна-Сактабаля. Есть отдаленные связи, такие как у Эль-Пальмара с Баштуном, с Ешхой и еще каким-то непрочитанным царством. В середине 8 века также Эль-Пальмара находился, в начале 8 века Эль-Пальмара находился в союзе с Аценте, с Аль-Тунхой. В это же время Аль-Тунха была в союзе с Уканалем. И вот эта странная, не до конца ясная связь. Караколь находился под властью Сакуля. И явно были какие-то связи с Баштуном, Калакмулем и Вакуталем. И в это же время Караколь был под властью и Хуто. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александра. Будут вопросы, дорогие коллеги. Ждем вопросов и комментариев. Можно комментарий, не вопрос? Можно. Совершенно нет смысла их разделять. Хотелось бы просто выразить благодарность докладчику за столь интересный доклад. Такой сложный для меня, если честно. Потому что я все-таки занимаюсь больше изучением взаимоотношений России и Европы. И, знаете, я всю жизнь со школьной скамьи думала, а вот где эти люди, которые изучают майя, которые изучают Южную Америку, Центральную Америку. И вот они нашлись. И я рада была его послушать сегодня. Спасибо большое. Александра, можно вас спросить? Там, когда вы давали схему надписей, что вы понимаете под глаголом с дополнением? Что такое дополнение к глаголу? Я до конца не поняла, просто о чем идет речь. Смотрите, это относится к... В данном случае у нас есть глагол «видеть» и «ла». И в текстах он встречается с дополнением «Монпан». Увидел, видел Монпан. Что такое Монпан, непонятно. Но в пещеру люди приходили смотреть на этот Монпан. Также есть «Куда пришли». А, то есть это прямое дополнение, да? Прямое дополнение, да, да. Или «что», да? Он увидел «что». Вот тот объект, он как раз, вот вы так его выразили. Да, а также «Пришел куда». Пришел, там есть это наименование пещеры. Поняла, спасибо большое. Очень интересно. Для меня тоже это было настолько ново, ярко. Я вас благодарю, интереснейший доклад. Кто-нибудь еще хочет что-нибудь сказать? Как-то нас так крайне мало. Спасибо вам огромное. Мы вас все благодарим. И тогда вынуждены...